Дорогие друзья, прежде всего разрешите приветствовать всех наших дорогих гостей, приехавших на этот замечательный юбилей. Для нашей семьи и для меня Маркс это особая позиция. Карл Маркс сыграл, безусловно, самую выдающуюся роль в современной истории и в истории нашей страны. Я хочу сказать, что формирование индустриального мира, промышленного мира происходило в значительной степени потому, что наука стала производительной силой. И вот первая промышленная революция – это прежде всего результат, как, может быть, не странно вам покажется, механики Ньютона, открыя электричество Фарадеем и цикла Корно. Ибо на этих фундаментальных открытиях и возникла современная промышленность с классами, и дальше Маркс создал теорию развития этого класса. И, конечно, это была блестящая теория. Когда я говорю, что для нашей семьи этот юбилей играет особую роль, я хочу сказать несколько просто штрихов нашей семьи. Мой отец во время Первой мировой войны младший унтер-офицер гусарского полка в царской армии и в начале сентября 1917 года вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков. Вместе с Семеном Тимошенко, который был в Драгунском полку этой же дивизии, они приехали и 25 октября были в Петрограде. И папа получил первое задание от Крыленко против белоказачьего мятежа на Дону. В Красной армии он был с первого дня, начав рядовым в Первом Витебском латышском кавалерийском полку. Когда сегодня при истории гражданской войны говорят, что латыши это были наемники и прочие, ничего подобного. Латышей очень много жило у нас в Белоруссии и в Латвии. И латыши пошли в Красную армию и боролись за революцию по своим идейным соображениям и вовсе не как наемники. Папа в латышском полку прошел путь от рядового до командира эскадрона, а потом уже в других частях, и закончил гражданскую войну командиром кавалерийского полка в Красной армии. Будучи затем назначенным на большой участок советско-польской границы руководителем ее защиты, здесь все, он встретил там девушку, которая стала его подругой на всю оставшуюся жизнь, это моя мама. 1 января 1924 года у них родился первенец, которого они назвали Марксом. Я хочу прочитать вам, что было написано по поводу этого рождения. Папа в это время уже руководил Полоцкой таможней. Пролетарии всех стран соединяйтесь! Юный товарищ Маркс Иванович Алферов, Сегодня мы, ячейка РКПБ и местный комитет служащих Полоцкой таможни приветствуем твои красные крестины, показывающие освобождение нового человечества от религиозного дурмана. Пусть твои красные крестины послужат примером для всех родителей. Пора им всем освободиться от религиозных предрассудков и знать, что детей с первого дня рождения нужно воспитывать по правильному пути, ведущему к социализму. С празднованием твоих красных крестин новое человечество сбрасывает в себя религиозное одурманивание и этим самым приближается к настоящей истине без всякого религиозного опиума. Шире откройте двери! Идет новый человек на смену нам, который свежими силами доведет до победоносного конца, начатое нами дело освобождения всего человечества от иго-религии и эксплуатации. Пусть сплоченное служит ему символом, пусть означенное служит ему символом сплоченности с пролетариатом всего мира. Да здравствует красные крестины! Да здравствует социализм! Маркс Иванович Алферов выполнил то, что было написано в этих приветствиях по красных крестинах. Младший лейтенант Красной Армии, отвоевавший, вступивший добровольцем в Красную Армию в 1941 году, окончив школу, провел весь Сталинград с первого до последнего дня. Был только легко ранен. Был тяжело ранен на Курской дуге и погиб под Курсом-Шевченковским. В этих трех крупнейших битвах Отечественной войны он отдал все свои силы и свою жизнь за дело социализма, за нашу великую Родину. Тема моего доклада – это социалистические взгляды Альберта Эйнштейна и их современная роль. Альберта Эйнштейна не зря, между прочим, называли главным инженером Вселенной. Потому что, глядя на развитие науки, я могу сказать, что вот то, что я назвал, как создавалась первая индустриальная революция, а вот в 20 веке основной вклад в развитие науки, а наука – производительная сила общества, а значит и в развитие промышленности и экономики, внес Альберт Эйнштейн. В 26 лет – это совершенно потрясающе. Работая в патентном бюро в Берне, он сделал блестящие работы, которые определили развитие науки в 20 веке, и специальную теорию относительности, и теорию Бровановского движения, которая не имела объяснения до тех пор, и замечательную формулу об инерции тела и содержащейся в нем энергии, и об электродинамике движущихся тел. Да, крупнейшие экспериментальные открытия этого времени – открытие рентгеновских лучей, работы по атомной физике, по излучению черного тела и, прежде всего, эйнштейновские работы – это основу современной физики, современной промышленности, современной экономики. Между прочим, часто в литературе говорят об особых и отрицательных отношениях Эйнштейна и о социалистической революции, и о Владимире Ильиче Ленине. Вот что Альберт Эйнштейн говорил о Ленине еще в 29-м году. Я чту в Ленине человека, который с полным самопожертвованием отдал все свои силы делу осуществления социальной справедливости. Я не считаю его метод целесообразным, но одно бесспорно, подобные ему люди являются хранителями и обновителями совести человечества. Результатом в том числе и вклада Эйнштейна в физику и технологию XX века нужно сказать, что Альберт Эйнштейн до конца жизни глубоко сожалел, что он подписал письмо Рузвельту о развитии создания и развитии работ по атомной бомбе. Он говорил, что если бы у меня были малейшие сомнения в том, что не удастся немцам обогнать нас в этой работе, я бы никогда не подписал этого письма. Эти изменения в технологии, в том числе и в Эйнштейновской теории, привели к созданию атомной бомбы и атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Не будем забывать, что, между прочим, 9 августа Красная Армия вступила в войну с Японией и поражение Японии было предрешено соглашением об участии Советского Союза в этой войне. Поэтому с военной точки зрения бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были абсолютно бессмысленными. Но американцам нужно было показать, что они обладают оружием, которым они могут диктовать всему миру, в том числе и Советскому Союзу. В журнале «Манс Ревью» в первом номере 49-го года этот журнал был социалистического направления. Альберт Эйнштейн в этом первом номере опубликовал статью, которую я вам всем советую прочитать. Она переведена и на русский язык, естественно, и на английском. Она называлась «Почему социализм?». Его очень волновали атомные бомбардировки. И в этой статье, помимо рассмотрения экономических проблем, он писал, что он обсуждал опасность новой войны, которая могла бы быть серьезной угрозой существования человечества с одним умным и благожелательным человеком. И как он среагировал, этот собеседник? Собеседник ему сказал, «Почему вы так сильно и настроены против исчезновения человеческой расы?». Эйнштейн писал, «Я уверен, что еще столетия назад никто не мог бы так легко сделать заявление подобного рода». Вместе с Расселом Эйнштейн выступил с манифестом против атомных бомбардировок и атомной войны. Но эта работа «Почему социализм?» является блестящей экономической работой, потому что в ней Альберт Эйнштейн задал вопрос, а как вообще и почему происходят эти ужасные вещи, и как можно их избежать? И он сформулировал и обосновал, что источником мирового зла, источником развития мировой экономики, направленной против человечества, является экономическая анархия капиталистического производства. Он написал, «Мы видим перед собой огромное производительное сообщество, чьи члены все больше стремятся лишить друг друга плодов своего коллективного труда, и не силой, а по большей части, соблюдая законом установленные правила. И происходит это, потому что по большей части все производительные силы находятся в частной собственности». Дальше он сформулировал очень четко в этой работе, что развитие всего этого дела ведет к концентрации капитала и частной собственности в отдельных руках, и появляется олигархия. То есть Альберт Эйнштейн в этой работе дал прекрасный анализ развития экономики капитализма, появления олигархического общества, и какой великий физик указывал рецепт. Он говорил, что он убежден, что есть только один способ избавиться от этих ужасных зол, а именно путем создания социалистической экономики, соответствующей ей системой образования, которая была бы направлена на достижение общественных целей. В такой экономике средства производства принадлежат всему обществу и используются по плану. Необходимо помнить, однако, что плановая экономика – это еще не социализм. Сама по себе она может сопровождаться полным закрепощением личности. Построение социализма требует решения исключительно сложных социально-политических проблем, учитывая высокую степень политической и экономической централизации, «Как сделать так, чтобы бюрократия не стала всемогущей?» К сожалению, эти слова Альберта Эйнштейна мы получили на практике. Мы никогда не должны забывать, когда сегодня говорят очень много всяких слов, что если Парижская коммуна прочитавала 70 дней, то Советский Союз прочитавал 70 лет, и Советский Союз был обществом социальной справедливости, в которой была очень сильная бюрократия. Между прочим, никогда не нужно забывать, что Владимир Ильич Ленин считал, что самая большая опасность, и что если и суждено погибнуть когда-нибудь Советскому Союзу, то она погибнет не от врагов внешних, не от врагов внутренних, а от рожденной ею собственной бюрократии. мы в Советском Союзе сразу стали применять самые передовые технологические методы, одним из которых был план ГЛРО и электрификация всей страны. А сейчас я хочу сказать о следующей вещи. Да, технологическая революция и социальная революция, а социальная революция – это Октябрьская революция, это победа марксизма в нашей стране, сыгравшая огромную роль для всего мира, но мы сейчас вступили в новый период технологического, экономического развития. Этот новый период, с моей точки зрения, стартовал в 1950, на самом деле в 1948 году, открытием Бардина и Братейна транзистора, отмеченным в 1956 году Нобелевской премией. Открытие транзистора, отмеченное в 1956 году Нобелевской премией, было началом нового периода в развитии человечества, в развитии экономики, экономики, которая основана на информатизации и на развитии информатики. Следующим, срезвычайно важным этапом в этом развитии были работы Басова и Прохорова и Таунса. По лазерам, отмеченные Нобелевской премией в 1964 году. Иногда говорят о том, что эти работы создали лазеры, лазерное оружие. Главное значение работ, отмеченных Нобелевской премией в 1964 году, это создание оптоэлектронных, возможность создания оптоэлектронных информационных систем. И здесь был внесен большой вклад нашей страной, выдающейся физической школой, выдающимися учеными. Басов и Прохоров, я их хорошо знал, и они мне очень помогали. Я счастлив, что я могу сейчас называть их в числе величайших ученых современности. Вот такой прогноз общемирового рынка нанотехнологий. Наноматериалы и наноэлектроника имеют здесь огромную часть. Но за счет чего будет реализован этот прогноз? Прежде всего за счет развития работ по информационным и коммуникационным технологиям, отмеченных Нобелевской премией в 2000 году. Моихи Крёмера по гетероструктурам и Килби по созданию интегральных схем. Я тогда уже отмечал, что возможность контроля типа уровня проводимости и инжекции в пен-структурах это основа, на которых развивалась полупроводниковая электроника. Гетероструктуры, которые можно с полным основанием называть man-made кристаллс, кристаллы, сделанные человеком, таких не существует в природе, они существуют только на основе наших исследований и разработок, они позволяют контролировать потоки и света электронов в кристаллах. Одновременно с нами получили премию по химию выдающиеся ученые Хиггер, Макграун, Шаракава, которые создали материалы химические для этих же целей. Нужно сказать, что создание целого ряда новых материалов помогало развивать эту область науки. Чрезвычайно важно, об этом у нас и мало пишут, и мало знают. Эта работа была отмечена Нобелевской премией по физике в 2009 году. Это британский ученый Као и американцы с фирмы Bell Telephone Бойл и Смит. Као создал современную волоконную оптику, которая стала основой волоконно-оптических оптоэлектронных работ. А Бойл и Смит, когда вы звоните по телефону и передаете по телефону свою физиономию, когда просто звоните по телефону, так вы используете работы Килби и мои. А вот когда вы передаете свою физиономию, вы пользуетесь открытием Бойла и Смита. Не забывайте об этом. Ну, в 2010 году материалы развивались и была еще одна премия российских ученых. Вот то, что можно использовать гетероструктуры, это прежде всего новый тип лазеров. То, что дал Килби, это привело к сокращению размера электронных компонент и увеличению их плотности с каких-то десятков тысяч сегодня до миллиардов на одной интегральной схеме. Гетероструктуры в микроэлектронике это СВЧ-транзисторы и вся высокоскоростная оптоэлектроника. К чему это приводит? Это нужно четко понимать. Вот это изменение состава рабочей силы в Соединенных Штатах и это было доложено на конференции по микроэлектронике. Если вы посмотрите, то информатика, информационные технологии врастут вот так, а сельское хозяйство в США падает таким образом и даже это происходит с промышленностью. Нужно не забывать что то, что сегодня дали информационные технологии это обоюдо острое оружие. Это вообще говоря новый этап в развитии экономики и технологии. но это возможность доступа каждому человеку соответствующими вообще говоря ну не просто доступ. Вы можете влиять таким способом на людей и вы можете влиять и в ту и другую сторону и это происходит и это все делают это все делают чтобы мешать нам влиянию в положительном отношении и все делают для того чтобы влиять и использовать это дело для развития экономики и технологии социальной несправедливости для того чтобы лишать людей возможности того что они заработали реальным трудом и не давать им возможности получать то что они должны получать. ну а вот все-таки я заканчивая уже свой доклад хочу показать рядом снова эти два памятника один это в Вашингтоне рядом со зданием Национальной Академии Наук Альберту Эйнштейну а второй у нас около Смольного Смольный сейчас это совсем не то что было раньше это памятник Владимиру Ильичу Ленину сооруженный в 27 году эти два человека сыграли в социальном плане после Маркса и Энгельса основоположников марксизма ленинизма практически сыграли основную роль в 20 столетии Бертран Рассел английский математик философ он сказал наш век войдет в историю веком Ленина и Эйнштейна которым удалось завершить работу синтеза одному в области мысли другому в действии наука производительная сила общества и эта формула Маркса зовет нас к высшему по этим этическим нормам общества социализма мы должны добиться и вернуть нашему народу нашим народом в наших странах не только потому что общество социализма справедливое общество но и потому что именно общество социализма наилучшим способом использует достижения науки для развития всего человечества спасибо спасибо Аплодисменты.